Второй месяц РВК-центр рассылает жителям Архангельска квитки с завышенными суммами за воду и водоотведение. Почему же так происходит? Спросим у коммерческого директора РВК-центра Алексея Маркова. Он у нас в студии. Алексей Тимофеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, за февраль, так же как и многие и за январь, мы получили квитанции с завышенными суммами за водоснабжение, водоотведение. В чем причины? Ну, я хочу сказать, что в каждом индивидуальном случае нужно разбираться отдельно. Ну, общая тенденция в том, что абоненты не передали показания, поэтому им произведен расчет по нормативу. Соответственно, для того, чтобы в дальнейшем получать квитанцию, соответствующую потреблению суммой, нужно передать показания любым доступным способом. Для примера хочу привести. То есть, у нас в феврале месяце за весь месяц было передано 52 тысячи показаний. А на сегодняшний момент уже обработано 96,5 тысяч показаний. То есть, в два раза больше, чем за весь прошлый месяц. То есть, у нас еще впереди практически две недели. То есть, я думаю, мы эту проблему в марте закроем и в апреле счетов таких уже не будет. То есть, люди уже постепенно начинают привыкать, скажем так, к новым адресам, к новым контактам и, собственно, к новому названию? Ну, скорее всего, к новому названию, потому что контакты все остались те же. То есть, мы как работали, сайт практически тот же. Все телефоны контактные и колл-центра, и для передачи смс-сообщений, и по роботу передачи показаний, они все остались те же самыми. Вот многие также задают вопросы по завышенным суммам за общие домовые нужды в части также водоснабжения. Здесь что можете сказать? Ну, скорее всего, людей вводят в заблуждение. То есть, РВК-центр не занимается начислением ОДН гражданам. Соответственно, это обязанность управляющих компаний, и все вопросы, связанные с счетами, нужно обращаться в свою управляющую компанию. То есть, обращение в РВК-центр – это не совсем корректно. То есть, здесь уже непосредственно управляющая компания должна эти моменты мониторить? Да, в соответствии с законом, это обязанность управляющей компании. Вот люди и в феврале, и сейчас в марте говорят о том, что зачастую телефон водоканала РВК-центра, приемника водоканала, недоступен. В офис на Касаткино люди тоже приходят, говорят про очереди. Что можете здесь сказать? Как-то решается ситуация? Ну, на самом деле, такая проблема существует. Для снятия напряженности нами дополнительно приняты люди в колл-центр. То есть, если в обычном режиме у нас работало до 4 человек в день, сейчас у нас 6 человек, а в напряженные часы мы подключаем 7 человека. В офисе тоже увеличено количество людей, кто принимает абонентов. На самом деле, очередь есть, но она спадает. По сравнению с февралем она уменьшилась в 2 раза. То есть, положительный эффект есть от принятых мер. Многих еще интересует, что если оплатили счет по той самой завышенной сумме в квитанции, деньги, они никуда не уходят, они остаются на лицевом счете, их даже можно вернуть? Да, деньги остаются на лицевом счете. При передаче показаний вам сделается перерасчет, и данная сумма будет учтена при дальнейшем потреблении. Если каким-то образом абонент продал квартиру или сменил лицевой счет, то он может обратиться письменно, и ему деньги будут возвращены. Итак, самое главное – вовремя передать показания. Давайте напомним, какие способы сегодня есть для того, чтобы РВК-центр получил все данные необходимые. Ну, способов достаточно много. То есть, вы можете передать показания при оплате во всех почтовых отделениях, при оплате в отделениях Сбербанка России, при непосредственном обращении в офис на Касаткиной 9, передать через колл-центр, передать через сайт, через личный кабинет. Причем, все, кто были зарегистрированы в личном кабинете МУПа, им перерегистрацию производить не надо, достаточно вбить новый лицевой счет и тот пароль, которым вы пользовались в МУПе, водоканал, и передать показания. Также на сайте есть возможность передать без зарегистрации в личном кабинете, вбиваете лицевой счет, проходите небольшую процедуру проверки, что это не робот, и, соответственно, передаете показания. Также существует у нас робот по приему показаний. Звоните на номер телефона, вам дают инструкцию, каким образом передать, и вы передаете. Также есть возможность передачи посредством СМС-сообщения. Инструкция тоже там прилагается на сайте, в принципе, проблем нет, и очень достаточно большое количество архангелогородцев уже пользуются данными услугами. Алексей Тимович, еще раз благодарю, спасибо, до новых встреч. Спасибо, до свидания.